Ну что, теперь он настоящий легцемент на расслабоне. Первая поломка не заставила себя ждать. Мне кажется, у нас забортная вода здесь чище и не такая солёная. Вчера было 37,2, сегодня 37,4. Ветю укачало. У куши недоброй погоды. Это не у нас. Как-то гости в них не любят. Всем доброе утро. Погода очень мерзкая. Мелкий дождик. Ветер пока не сильный, но обещают сильный. Мы посмотрим по ситуации. Но попробуем сегодня пройти как можно больше. В идеале, конечно, дойти до Питера. Здесь такое симпатичное место. Правда, всего две яхты. Я вчера её показывала. Вот это соседская яхта. Но там никто не ночевал. Большая яхта. Очень интересная. С таким красивым штурвалом. А остальное... Катера, катера, катера. Чайки орали всю ночь. Вы не представляете. Просто орали и орали. Как резанные. Так громко они даже в Йоханнесе не орали. Но здесь они поупитаннее, чем в Йоханнесе. Здесь вот такой колокол висит. Наверное, какой-то мемориал. Я его ещё с яхты приметила. И решила, раз уж гуляю, пройтись. Кстати, вот это действительно. Немного прошлась и голова перестаёт болеть. Видимо, причина в качке, а возможно, ещё в духоте, потому что в яхте душновато. 1922 год. Вот я вышла к небольшому пляжу. А вон там стоит наша яхта. Вот они. Там две яхты. Яхта побольше загораживает нашу. Ну, здесь в бухте, как вы видите, здесь в бухте небольшая. Тихо. Но ветер сегодня очень крепкий, обещают. Дальше у нас дорога проходит по опасному форматуру. Это значит шаг вправо, шаг вплево. Считается побегом. Будем надеяться, что мы сможем его пройти под парусами, пусть и зарифленными. Поскольку завтра погода ожидается тоже очень крутая, но направление ветра будет нам в морд. И идти мы сможем, скорее всего, только под мотором. Сегодня хотелось бы максимальное расстояние пройти под парусом, чтобы сэкономить горючку. Дождик продолжается. Не знаю, видно, не видно. Красивая соседская яхта такая. Хорошая. Гляньте, какая большая. Да сколько там больше нашей. Хотели набрать воды пресной, но вода, как вы видите, вот такого цвета. Если честно, мне кажется, у нас забортная вода здесь чище и не такая соленая. Мы решили не набирать, не портить свой бак питьевой воды. Хотя оттуда мы все равно ее пьем. Все равно пьем из пятилитрушек. Но после такой воды дольше отмывать будем. Поскольку сегодня нам предстоит, возможно, часть пути идти под мотором. Мы перед выходом делаем ТО двигателя. Ну, осмотр и масло. Мошка помогает. Мы отходим от пристани города Приморска. Рассчитываем сегодня дойти до Питера. Пока что светит солнышко, но погодку сегодня обещали жесткую, вплоть до снега. Ну, будем надеяться, что синоптики ошиблись. Продолжение следует... 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 Идем во мглу, разглядываем берега, в принципе, на берегах ничего такого особо примечательного нет, на вид просто промышленные, даже не города, наверное, а зоны. Ну и все, теперь он настоящий яхтсмен на расслабоне. Ну, мне тоже не нравится, как они держат такие автопилоты. За ними надо глаз да глаз. Да, друзья, многие нас в директ спрашивают, все ли у нас продумано, все ли остановки, четко дедлайн. Нет, на самом деле мы наметили остановки, но четкого дедлайна и четкого графика у нас нет, поскольку расстояние, которое мы проходим, зависит от погодных условий, от состояния лодки, в общем-то, от состояния экипажа. Потому что, видите, допустим, второй день уже температура небольшая, вчера был 37,2, сегодня 37,4, но есть, и, конечно, если он развалится, то мы будем останавливаться на подольше. Вот, такого четкого дедлайна нет, мы просто определились, выделили май на первый этап нашей экспедиции, то есть переход из советского в Москву на Пироговку. И идем по мере возможностей, наличая силы. Мы решили разрыгнуть грот. Ветер вроде сильнее не должен быть. Идем неплохо, у нас этого нет. Будем надеяться при обритливании. Пойдем чуть быстрее. И так же спокойненько, и комфортно. Вроде бы, сильный троха получилась на станке. А здесь спокойно, с кем-то селили. Олежка, с кем-то селили. Видите, разрезливает. Все мокрое. В начале, когда мы вышли из Приморска, нас так сильно помотало на волнах. Там бухта засина, волнорезок. И оттуда мы вышли за него. Нам прям вбок ударила волна. И нас прям долго. И опять мотало туда-обратно, пока мы сели под мотором, ставили парус. Я собирала парус. Ну, вообще, что говоря, в какой-то момент я чуть не нырнула в воду. Ну, потом здесь волна уже не такая большая. И она идет с кормы. Не такой дискомфорт причиняет. Так, ну что, я в прошлом видео сглазила, перехвалила наш автопилот. Он сломался. К счастью, сломался не сильно. Дело в том, что вот здесь, вот, видите, автопилот прикрепляется к румпелю таким штыречком. И вот этот штыречек как-то каким-то образом выскочил. И автопилот остался сам по себе. А румпель сам по себе. Но, к счастью, мы его нашли. Видите, вот, вбыл ручкой от лебедки обратно. И мы снова идем на автопилот. Видите, ну, махни хотя бы ручкой. Видите, прибаливший, поэтому путь снисходительный. А вон там уже появляются кораблики. Видимо, ближе подходим к Питеру, к портовой зоне. Фотопилотам очень удобно. Так интересно, там корабль с сопровождением с каким-то вот... Или что там у него маленькое перед ним. Мы расходимся с этой баржей и небольшим кораблем. Баржа явно опорожненная. И вверху опустая. И вверху опустая. И вверху опустая. Пока мы шли между материком и островами, все было хорошо Но как только вышли на открытую воду С Балтики в бок начали бить метровые волны С которыми автопилот справлялся с трудом Яхту крутила из стороны в сторону Олежка, как дела? Витя укачала Первая поломка не заставила себя ждать Мы сломали каретку Гика Как и странно так сломалось Самый неподходящий момент Поэтому грот пришлось срочно в порядке складывать Идем на стакселе Точнее на генры Срывается дождик Мы идем под одним гротом Из-за этого резко упала скорость Что делать? Каретку мы подстраховали, скажем так, веревкой Чтобы она совсем не оторвалась И попала в голову Срывается дождик Идем в Питер Хотелось бы поскорее дойти Вот такой вот майский яхтинг На палку Сижу на вахте Идем по питерскому фарватеру Извилистому В охот Различных Запретных Дэнджер Зон По прямой было бы, конечно, куда бы А еще куча в Навиониксе отмеченных знаков Различных Кардинальных, навигационных И нифига нету в натуре Все только в Навиониксе После этого поворота Угол к ветру изменился На форде-винге Геную постоянно заполаскивало А с учетом боковой волны Качка стала невыносимой Чтобы хоть как-то стабилизировать судно Шли в лавировку на бакштагах Со скоростью 3-4 узла Укачало всех Один управляет Другой блюет за борт Простите за прямоту В таком режиме Мы шли оставшиеся 7 часов до Кронштадта Простите за прямоту 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 Пытаясь хоть как-то приблизить выход на берег Правда сильно ускориться не вышло На сильной качке Движок прибавил к нашей скорости Всего 1-1,5 узла Простите за прямоту Продолжение следует... 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 Продолжение следует...